Всем привет! 13 советов по созданию платформера. Эти советы являются продолжением темы 11 советов по созданию платформера. И снова эти советы сфокусированы на создании платформеров. Но философия каждого совета может быть применена к любой игре, будь то 2D или 3D игра. Есть еще несколько практических советов, и вы их сейчас услышите. Совет номер один. Делай камеру простой. Самая простая, а бывает и самая лучшая камера, та, которая всегда держит игрока в середине экрана. Это дает игроку равное время для реакции на объекты, которые появляются с правого или левого краев экрана. Камера останавливает свое движение, когда игрок достигает края экрана или уровня. Например, игрок достигает левого края экрана или уровня, и камера перестает двигаться. Далее начинает свое движение только когда игрок начинает идти вправо, отдаляясь от левой границы уровня. Как дополнительную опцию можно заставить смотреть камеру по направлению движения игрока. Например, игрок бежит вправо. Камера показывает большую часть правой стороны уровня. Таким образом игрок видит больше в том направлении, в котором идет. Когда он останавливается, движение камеры, понятное дело, прекращается, и она медленно центрируется на игроке. Совет номер 2. Позволяйте игроку двигаться в воздухе во время прыжка. Игрок должен иметь такую же маневренность в воздухе во время прыжка, как будто бы он бежит, находясь на земле. Это означает, что игрок должен иметь возможность двигаться вправо или влево с такой же скоростью, и иметь возможность стрелять и использовать какие-то предметы с такой же легкостью, с которой он это делает на земле. Совет номер 3. Упростите подъем по лестнице. На этой картинке игрок может схватиться за лестницу, когда его границы пересекаются с зеленым прямоугольником, даже если он в воздухе. Персонаж хватается за лестницу только если нажимает кнопку вверх. Зеленый прямоугольник немного больше, чем лестница, для того, чтобы сделать, понятное дело, этот процесс захвата легче. А на этой картинке вы видите, что игрок должен иметь возможность двигаться вверх-вниз, влево-вправо, по диагонали, когда он на лестнице. Дайте игроку возможность стрелять или использовать предметы, когда он на лестнице. В любое время игрок должен иметь возможность спрыгнуть с лестницы, нажав кнопку прыжка. А также он может упасть с лестницы, если он переместится вправо или влево, так что не будет касаться лестницы. Чтобы начать сбираться по лестнице, игрок может нажать вверх, прыжок или какую-то кнопку для захвата. Это все зависит от других механик игры. Как правило, нажатие кнопки вверх для взбирания по лестнице является, по идее, самым простым и интуитивно понятным. Но это не может быть простым и интуитивно понятным, если персонаж имеет стрелковое оружие, которым можно прицелиться и стрелять вверх. Так что нажатие кнопки вверх взведет оружие вверх для стрельбы. В этом случае кнопка прыжка или другая дополнительная кнопка захвата может быть использована для взбирания вверх. Создайте сначала прототип и найдите то, что лучше, проще и веселее. Совет номер 4. Делайте так, чтобы было проще взбираться по виноградной лозе на краю стены. В идеальном варианте взбираться по лестнице и по виноградной лозе на стене. Это один и тот же код. Таким образом, подъем по виноградной лозе будет таким же, как и подъем по лестнице. За исключением того, что обычно виноградная лоза способствует движению больше по горизонтали, чем по вертикали. Совет номер 5. Упростите качание на веревке. На картинке вы видите, что игрок может зацепиться за веревку, когда он пересекает зеленые прямоугольники и нажмет кнопку вверх. Как и в случае с лестницей, ранее вы видите, что зеленые прямоугольники немного больше самой веревки. И это делает процесс захвата проще. Когда игрок качается на веревке, позвольте ему двигаться вверх и вниз по веревке, когда он нажимает вверх и вниз, независимо от того, под каким углом находится веревка. Например, если веревка находится под углом 45 градусов, нажимая вверх, вы позволяете по-прежнему игроку двигаться вверх по веревке. Позволяйте игроку стрелять или использовать предметы, когда он качается на веревке. В любой момент игроку должна быть доступна возможность спрыгнуть с веревки при нажатии на кнопку прыжок. Совет номер 6. Дайте игроку возможность совершать двойной прыжок. Обычно игроку доступна возможность сделать второй прыжок двойного прыжка, когда первый прыжок достиг определенного состояния. Например, в случае подъема вверх по наклону в определенный момент времени после первого прыжка. Позвольте игроку сделать второй прыжок в любое время, когда он находится в воздухе. Единственное ограничение должно быть в том, что игрок должен отпустить кнопку прыжка и быстро нажать ее снова. Совет номер 7. Избегайте инерции. Когда игрок хочет остановиться с помощью нажатия кнопки влево или вправо, то персонаж должен останавливаться немедленно. Избегайте инерции персонажа, которая заставляет его переместиться немного вперед на небольшое расстояние, прежде чем остановиться. Инерция допускается на уровнях, где есть лед, чтобы усложнить прохождение и добавить новую механику. Но избегайте этого на протяжении всей игры. Инерция может привести игрока к падению или к столкновению с монстрами, ну и все такое. А это, как вы понимаете, может огорчать игрока. Совет номер 8. Делайте двигающиеся платформы дружественными. Первая движущаяся платформа, которую встретит игрок, должна быть простой в использовании. И не должно быть большого штрафа за падение с нее. Первая движущаяся платформа информирует игрока о том, что в игре есть движущиеся платформы. Не делайте так, чтобы платформы двигались далеко. Если платформа далеко уедет и игрок пропустит этот момент, ему, возможно, придется долго ждать, пока платформа вернется обратно. Если нужно преодолеть большое расстояние с помощью этих платформ, тогда используйте несколько платформ с малым ходом. Если у вас есть платформа, которая постоянно перемещается вперед и назад, чтобы переместить игрока между двумя выступами или чем-то подобным. Начинайте двигать платформу, когда игрок ее ясно видит. Когда он подходит к выступу и не видит платформу, ну, например, она за пределами экрана, тогда игрок может и не знать, что есть такая платформа и может уйти исследовать остальную часть уровня. В качестве альтернативы, если вы хотите, чтобы игрок не пропускал такие платформы, начинайте ее движение только тогда, когда игрок на нее запрыгнет. Другой вариант как-то обозначить, что есть платформа, например, поместить все платформы на рельсы. И тогда игрок увидит рельсы и он поймет, что где-то рядом есть платформа, которая двигается. Совет номер 9. Избегайте прыжки в неизвестность. Обычно игрок должен видеть, что находится внизу платформы, на которой он сейчас стоит, чтобы знать, безопасно спрыгнуть с нее или нет. Если игрок не видит то, что находится внизу, за краем экрана, добавьте подсказку для игрока, чтобы он знал, что там находится, опасность или нет. Например, черепа, мухи или кровь указывают, что внизу находится, к примеру, лезвие. Красное свечение указывает на то, что внизу огонь или лава. Голова движущегося врага дает понимание игроку, что внизу есть земля, и туда можно спуститься. Если нет никаких подсказок, то игрок должен иметь возможность безопасно туда прыгнуть. Если есть враг внизу, за пределами экрана, разместите врага таким образом, чтобы игрок успел среагировать на него после приземления. Ну, например, враг может быть в режиме ожидания, и он может быть заморожен около двух секунд перед тем, как будет атаковать игрока. Совет номер 10. Удалите раздражающие элементы. Удаляя ненужные элементы, вы делаете игру веселей и приятней. И вот несколько примеров ненужных элементов. Какая-то анимация перед битвой с боссом, которую нельзя пропустить. Когда босс убивает персонажа, вы опять вынуждены смотреть ее без пропуска. Экстремально сложные прыжки, которые заставляют игрока выполнять их бесчисленное количество раз, прежде чем пройдешь этот этап. Трата большого количества времени для того, чтобы, к примеру, собрать 100 монет. А 100 монет нужны, например, для открытия особого оружия. И потеря этих монет при смерти. Совет 11. А ставьте фон на фоне. Убедитесь, что фоновая картинка не мешает переднему плану. Это поможет игроку видеть, на какую платформу он может встать. И делает проще для идентификации предметов и врагов. Несколько примеров, как отодвинуть фоновую картинку назад. Используйте менее контрастную фоновую картинку. Ну, например, контраст можно понизить в графическом редакторе. Используйте холодные цвета для фона. Например, поместите полупрозрачный синий слой поверх фонового изображения в любом графическом редакторе. Используйте меньше, медленнее или не используйте анимацию на фоне. Анимация не должна отвлекать игрока. Скорость прокрутки фоновой картинки должна быть ниже, чем прокрутка уровня при движении игрока. На этой картинке вы можете увидеть задний план. И это никак не мешает переднему. У вас могут быть блестящие, гениальные и уникальные идеи для механики игры. Но каково все это, когда вы играете в эту игру? Другими словами, можно сказать так. Прототипируйте игру и пусть ваши эмоции будут окончательным судьей. И последний совет. Совет номер 13. Существует различное определение того, что такое пользовательский интерфейс. Но большинство из них включает следующее. Информация, которая позволяет пользователю принять решение. Система пользовательского ввода. Обратная связь с пользователем. И это возвращает нас к первому пункту. А вот примеры непользовательского интерфейса. Датчики и циферблаты автомобиля. Диоды, кнопки и гудки стиральной машины. Дистанционный пульт управления телевизором. Кнопки и подсвеченная кнопка с нужным этажом в лифте. И так далее. Что отличает хороший неигровой интерфейс? Понятная информация. Простое использование. И четкая и мгновенная обратная связь. Эти все советы, это также важная часть создания. Интересной и увлекательной игры. Ну, а на сегодня все. Если вам интересны подобные темы, подписывайтесь. Делитесь этим видео. Ставьте лайки, комментарии пишите. Ну, а лучше всего, если вы будете спонсировать канал. Кнопка внизу. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok